Приветствую вас! Совершенно однозначно, что мужчине вы понравились. Совершенно однозначно, что вы ему интересны, и совершенно однозначно, что он от вас что-то хочет. Безусловно, его слова не стоит воспринимать как-то всерьез, особенно по поводу невесты, по поводу этого всего, сближения с вами. Потому что, ну, за два дня человек вряд ли мог понять, что вы именно та, кто ему нужен для серьезных отношений. Это нужно понимать. С другой стороны, вполне может быть, что мужчина в вас влюбился. Если вы виделись с ним, если вы как-то вот пересекались с ним, и если он имел с вами непосредственный контакт в реальной жизни, не только в сети, и очень может быть, что он в вас влюбился, вот сейчас у него такой подъем, такая страсть, он действительно готов на все. Здесь нужно быть осторожнее, потому что слова, это слова о поведении и поступке, это все-таки немножко другое. И относиться к тому, что мужчина говорит спокойно, принимать это все. Иногда шутить, посмеяться, т.е. показывать ему, что вы не очень-то ему верите, потому что действительно таким словам вот так сразу поверить нельзя. Ну и, собственно говоря, ничего им не обещаете, но и ничего не запрещает. То есть, говорите ему, намекайте ему, что все зависит от него. Вот как он себя будет вести с вами, так все и будет. Ну а дальше смотрите на его отношение к вам, на его поведение по отношению к вам. Смотрите, как он будет вас воспринимать. Смотрите на то, что он готов ради вас сделать. И, соответственно, если увидите, что действительно он готов делать вас королевой, если вы увидите, что он действительно ставит вас на первое место, значит, по-своему делу это означает, что его слова подразумевают соответствующее поведение. Но если вы увидите, что дальше слов дело не двигается, значит, это просто или игра его, стремление с вами сблизиться для корректных целей, причем не обязательно для секса, это может быть и какие-то другие цели, например, просто женское внимание, то есть не нужно думать сразу о сексе в данном случае. Если за его словами ничего не стоит, никаких поступков, то мужчина просто-напросто с вами играет. И вы, в принципе, можете эту игру поддержать, если хотите, если у вас есть желание. А в этом нет ничего страшного. Но главное, чтобы это соответствовало тому, чего вы хотите. То есть на текущий момент, то, как мужчина с вами общается, свидетельствует о том, что вы ему интересны, вы ему не безразличны. Вопрос в том, как вы ему интересны и как вы ему не безразличны. Насколько это сильное чувство, насколько это глубокое чувство и на что мужчина готов ради этого чувства. Вот это все вам нужно проверить. Не рекомендую вам ограничиваться социальной сети, то есть если он так хочет быть с вами, то пусть встречается с вами, пусть проводит с вами время, пусть что-то делает. Вам я не рекомендую также застыкливаться на нем. Постарайтесь жить, тем не менее, своей жизнью, постарайтесь действовать, исходя из своих интересов и постарайтесь не фокусироваться именно и только на мужчине. Чтобы потом, если это всего лишь влюбленность или игра, а такая вероятность достаточно высока, чтобы потом не испытывать разочарование и опустошение, которые обычно приходят, если человека воспринимаешь вот через чересчур близко к сердцу, и если, собственно говоря, через чересчур возлагаешь на него надежды, при том, что эти надежды совершенно не оправдываются, то здесь вам нужно думать о себе, ну а мужчине дать шанс себя проявить, не хранить его инициативу под гнетом недоверия или предрассудков. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!